Ребят, привет! Как делишки у вас? Кто меня не знает, меня зовут Катя Фомина и я помогаю продавать и покупать недвижимость в районах Сан-Франциско и Бей-Эрии. А кто меня знает и помнит, всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за подписки. Очень-очень приятно. И пока не забыли, поставьте, пожалуйста, лайк. Это покажет мое видео большему количеству людей и тем самым поможет большему количеству людей. Мне будет очень-очень приятно. И сегодня у нас с вами одна из ваших самых любимых тем. Это прогнозы на рынок недвижимости. Причем не какие-то просто прогнозы на завтра, а на 10 лет вперед. Да-да, хочу вам рассказать про 5 прогнозов от ведущих экономистов, банков, ассоциаций и организаций. И как бы дам вам свое мнение на их прогнозы. Че, садитесь поудобнее и поехали! Итак, прогноз первый. Он идет от Национальной ассоциации арендаторов и Национального совета по жилищному многоквартирному строительству. Они говорят, что через 10 лет нам нужно будет примерно 4,3 миллиона новых квартир, чтобы удовлетворить спрос. Моя котичка на фоне решила, как всегда, побеситься. При этом доступность жилья будет оставаться все равно большой серьезной проблемой. И на рынок Калифорнии, Флориды и Техаса будет приходиться аж 40% спроса от всей общей суммы. Что я думаю по этому поводу? Я, в принципе, согласна, что доступность жилья будет большой проблемой и она будет все больше и больше проблемой с каждым годом. Но по поводу 4,3 миллиона новых квартир за декаду, что-то они как-то преуменьшили. Потому что у нас, насколько я знаю, примерно 1,5 миллиона нового жилья строится в год. То есть за 10 лет они должны 10 миллионов, по идее, построить. Да, после ковида уже, конечно, мы немножко отстаем, но тем не менее. Но в любом случае прирост населения у нас есть, особенно в Калифорнии, Флорида, Техас. Люди будут переезжать туда все больше и больше, а жилья не будет строиться с такой скоростью, с какой у нас будет приток этого населения, мое мнение. Поэтому я считаю, что через 10 лет нехватка жилья у нас все еще будет, независимо от того, как быстро мы будем строить в этих штатах. Второе мнение. Экономисты из Фради Мяк говорят, что у нас будет наблюдаться снижение домовладельцев среди бэйби-бумеров. Кто такой бэйби-бумеры? Это, ну, скажем, на сегодняшний момент бабушки и дедушки. Два года назад их было 32 миллиона человек, и они прогнозируют, что через 10 лет их будет 23 миллиона человек. Ну, соответственно, да, люди с возрастом умирают. Вот, наверное, эти дома будут отдавать наследникам своим, а наследники, что они с ним будут делать, наверное, или продавать, или просто у них будет несколько домов. Один свой, один на продажу. То есть, с одной стороны, они говорят, что да, больше домов будет на продажу, потому что бэйби-бумеров будет становиться меньше. С другой стороны, если эти дома продаваться не будут, то, в принципе, опять мы переходим к вот этому вот фактору того, что спрос у нас будет большой, предложений на рынке будет очень мало. А Национальная ассоциация риэлторов говорит, что дефицит жилья у нас будет продолжаться до 28 года. Почему до 28, мне не очень понятно, почему именно они берут там сколько, 4 года, а что после этого будет. Вот, ну и они тоже говорят, что потом спрос и предложения на рынке сбалансируются, цены будут расти умеренно, и аренда тоже будет расти умеренно. В принципе, ну такой очень средненький прогноз, да, без каких-либо там экстремальных факторов. Посмотрим, что будет, но в принципе, в Калифорнии у нас-то так, оно в принципе так и есть. А вот генеральный директор Home LLC говорит совершенно обратное. Он говорит, что спрос сейчас будет, а вот лет через 10 спрос будет намного меньше, соответственно, цены начнут падать. Он это объясняет тем, что у нас рождаемость уменьшится. Ну, по крайней мере, только если иммигранты не восполнят это все. Вот, поэтому говорит, что так как будет меньше людей, поэтому будет меньше спроса, соответственно, и цены пойдут вниз. Посмотрим, что будет. Интересно, как вы думаете? Я не очень согласна с этими прогнозами, но интересно подумать, послушать, что скажете вы. Ну и последней у нас осталась Ассоциация ипотечных банкиров. Они говорят, что процентные ставки через лет 10 останутся примерно такими же, где-то 7-8%. Они это объясняют тем, что федералы таким образом будут пытаться контролировать инфляцию и не смогут опустить ставки ниже. И из-за этого спрос будет меньше, из-за этого цены будут расти, но очень-очень медленно. Вот, в общем-то, и 5 прогнозов. Опять же, экстрима я тут особого такого не вижу. Ну, и я не знаю, как вообще кто-то может загадывать на 10 лет вперед. Мы тут не знаем, что в прошлом, в следующем году будет, да, или к концу года. То они обещают опустить ставки весной, потом летом. Сейчас они их опять не опускают. Ждем, что будет. Хотелось бы опять послушать ваше мнение. Какие ваши прогнозы на 10 лет вперед? Что скажете? Все, ребят, спасибо большое. Приходите на следующей неделе. Выйдет еще одно очень полезное видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok